Дорогие мастера, всем привет! Я читаю все, что вы пишете. Хочу выразить вам благодарность за ваши слова, сколько теплых слов. Я очень рада, что вам нравятся мои видео, рада быть вам полезна и стараюсь учесть ваши ошибки. И в этом видео я покажу, что делать, если вы пропустили зажим или зажали и не заметили, что арка перекосилась. Покажу, как это делаю я. Это надо сделать до опила, сняв с ногтя дисперсию. Но у меня тут уже ноготок опилен и нет перекосов, поэтому буду ее разжимать специально. Я подготовила пинцет и зажигалку. Не смейтесь, этот трюк давно известен и изначально его применяли по-тихому конкурсные мастера, так как на конкурсах таких сюрпризов было достаточно. Чтобы разжать гель или поджать его, как вы уже знаете, с теоретической части нужно его разогреть. Ну вот, я разжала и я смеюсь. Гель остыл и зафиксировался в новом положении. Допустим, у вас получился вот такой клеш. То есть вы не дозажали или пропустили зажим. Итак, что мы делаем? Переворачиваем руку клиента. Попросите вашего клиента подогнуть все пальчики, кроме того, которые будете нагревать. Согните его под углом и нагреваем материал в зоне стыка свободного края и натурального ногтя. Тепло будет распределяться и на свободный край, и на стрессовую зону. Почему нужно согнуть под углом пальчик? Если вы будете держать палец клиента параллельно столу, огонь будет нагревать боковые валики и вашему клиенту будет горячим. Ему уже и так страшно, глядя на ваши манипуляции. Когда вы сгибаете палец, огонек будет направлен больше на свободный край. Вводите огоньком из стороны в сторону быстро. В теоретической части, когда мы тестировали гель, я вам рассказывала, что гель великолепно горит. Будете держать на одном месте, в свободный край загорится. И будет гореть медленно и красиво. Можно даже полюбоваться. Страшного в этом, конечно, ничего нет, но делать так не нужно. А то вы до смерти напугаете своего клиента. Ставим пинцет правильно на разогретый ноготь. Смотрим в торец и удерживаем арочку. Даем гелю остыть и снимаем пинцет. Все. Если вы сделали все правильно, ваш клиент ничего не почувствует и даже не поймет ваших действий. Эксперимент проводите сначала на себе. Вы должны прочувствовать сами, а потом применяйте на клиенте. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok